Программа де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Горело открытым пламенем. Спасатели потушили пожар в придорожном кафе, расположенном на трассе в Реческом районе. Наркодилеры под пристальным вниманием. Очередной успех сотрудников наркоконтроля. Задержан наркозбытчик Коптовик. Готовность к школьному сезону, наличие разметок на дорогах и соблюдение правил вместе с ГАИ проверяла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. О безопасности на дорогах в преддверии начала учебного года расскажет заместитель начальника ГАИ УВД Гомельского облсполкома Сергей Бондаренко. Начнем, как обычно, с того, что произошло в Гомельской области за неделю. В Реческом районе на участке трассы М-10 Гомель-Речица горела придорожная кафе «Надежда». Пожар произошел 26 августа поздно вечером. До прибытия подразделений МЧС две работницы заведения, повар и бармен, самостоятельно покинули пылающее помещение кафе. Жертв и пострадавших удалось избежать. Посетителей там не было. Но вот ущерб – значительные повреждены стены внутри комплекса, потолочное перекрытие, имущество на втором этаже. Причины пожара устанавливаются, а предполагается, что это было неосторожное обращение с огнем при курении. Выбили со знакомого смарт-часы под угрозой предмета, похожего на пистолет. В Гомеле возбудили уголовное дело по факту принуждения к выполнению договорных обязательств, совершенного группой лиц. На дело пошли дядя и племянник. Они просто попытались вернуть часы, которые были оформлены в рассрочку на младшего из лихой двойки. Племянник несколько месяцев назад по просьбе знакомого оформил на свое имя договор о покупке смарт-часов. Тот обещал платить, но слов не сдержал. И тогда кредитополучатель прислушался к плану своего дяди. Как сообщили в милиции, у советчика был криминальный опыт в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина предложил кардинальное решение – если знакомый не платит, часы нужно вернуть тому, на ком рассрочка. Ворвались в квартиру должника и под угрозой забрали умный гаджет. Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители нашли налетчиков. Под Рогачевым лоб в лоб столкнулись Мазда и Лада. Пострадали три человека. В результате ДТП в автомобиле Лада оказался зажат пассажир. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Также телесные повреждения получили оба водителя, они тоже в больнице. В Гомельской области оперативники Управления наркоконтроля продолжают вести работу по противодействию торговли наркотиками. На прошлой неделе были задержаны несколько наркокурьеров с альфа-ПВП. К административной ответственности привлечен торговец на сваем. Результат оперативной работы на этой неделе – задержание студента, который фасовал закладки в комнате общежития и распространял их в областном центре. Наркодилера взяли с поличным возле Давыдовского кладбища. Парень успел сделать несколько закладок с наркотиком. При себе у него также нашли запрещенный продукт, распасованный в пакетике по 250 граммов. В комнате общежития учебного заведения, в которой проживал задержанный, оперативники нашли два свертка с особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП. Его вес составил 290 граммов. Также были изъяты высокоточные весы, пустые полиэтиленовые пакетики, лента-скотч и другие аксессуары. 21-летний студент решил обеспечить себя подъемными на предстоящий учебный курс, но, как оказалось, выбрал не ту дорогу. Приобретал через Телеграм. Я должен был его расфасовать и разложить. Хотел разложить 14 маленьких кладов по 1 грамму. Одним оптом заложил 50 грамм, 20 маленьких кладов по полграмма и большой опт на 200 грамм. Студент заказывал наркотики через интернет-магазин, ездил за товаром в Минск. Действием учащегося дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ. Следует отметить, что правоохранители уделяют повышенное внимание борьбе с распространением наркотиков. Перед началом учебного года сотрудники ГАИ традиционно проверяют, как обеспечивается безопасность детей на дороге. Ежегодно проходят акции «Внимание, дети!» и «Единый день безопасности». Их цель – напомнить о правилах дорожного движения детям и их родителям. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции контролируют состояние участков дорог около школьных учреждений. Подробнее об этом в следующем репортаже. В Гомеле завершилось обновление дорожной разметки возле школ и детских садов. Сотрудники областной специализированной монтажно-ремотной компании провели работы около 65 школ и 110 детских садов. Нанесены пиктограммы «Дети» и надписи «Школа». Восстановлена разметка пешеходных переходов. За выполнением работ следили сотрудники межрайонного отдела организации дорожного движения госавтоинспекции. В большинстве случаев баланса содержатели сами устраняют недостатки и содержат дорожное покрытие вблизи учебных заведений в порядке. Но иногда все же приходится выносить предупреждения. По результатам обследований этим летом было выдано 83 предписания на устранение недостатков. Предписания давались в адрес баланса держателей по выявленным недостаткам. В основном данные недостатки касались наличия дефектов дорожного покрытия, то есть выбоины, также неудалительное состояние дорожной разметки, а также об оборудовании искусственных неровностей вблизи дошкольных и школьных учреждений образования. Также проводили с сотрудниками межрайонного отдела организации дорожного движения обследование уличной дорожной сети вблизи учреждений образования на территории Гомельской области. Были единичные случаи, которые в данный момент уже устранены и все готово. Этим летом по инициативе ГАИ было дополнительно обустроено 18 искусственных неровностей, оборудован один островок безопасности, построены и введены в эксплуатацию пять светофоров. Также были устроены антипарковочные зоны в районе пяти учреждений образования. В этом году в Гомеле откроют свои двери и новая 74-я средняя школа. В организации движения вблизи этого учебного заведения появились нововведения. Здесь впервые отдельная зона высадки и посадки пассажиров, в народе именуемая парковочным карманом. Специальная площадка, куда родители подвозят своих детей, учащихся, чтобы это не было ни препятствий для дорожного движения, а также безопасно. Ежегодно в начале учебного года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 25 августа по 5 сентября проводится специальный комплекс мероприятий. Внимание, дети! В рамках этой акции водители должны ездить с включенным светом фар и в дневное время. Мнения о целесообразности этого расходятся. Одни водители считают это бесполезным, другие – хорошим способом напомнить о безопасности. Я считаю, что это в целях безопасности, чтобы детям было более заметно машины. Ну, надо, да, проводить эти беседы, вот эти все, чтобы нужно быть внимательным на дорогах, потому что машина есть машина. К слову, сегодня в Беларуси проводится и единый день безопасности дорожного движения под названием «Будь примером своему ребенку». В рамках этого мероприятия сотрудники ГАИ провели профилактические беседы с трудовыми коллективами и родителями. Три года назад, да, у нас детские держащие устройства использовали, ну, процентов 70 водителей. Сейчас уже очень редко можно встретить водителя, который будет перевозить ребенка без детского держащего устройства. То есть профилактические меры и ответственность родителей, она возрастает с каждым годом. Эта авария произошла на 418-м километре автодороги М8, границы Российской Федерации, Витебс, Гомель, границы Украины. Автомобиль Митсубиши столкнулся с Тойотой. В ней находилась семья – 32-летний водитель, его супруга и 6-летний сын. Мать с ребенком погибли. В Митсубиши ехали 33-летняя водитель, трое ее дочерей и свекровь, которая также погибла в аварии. Трое детей, а также оба водители госпитализированы. В МВД подчеркнули именно удерживающее устройство спасли трем девочкам жизнь. Уважаемые водители, всегда используется при перевозке 60-летних детские удерживающие устройства, так как данное устройство может сохранить жизнь вашему ребенку. Также будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно тех, которых расположены вблизи детских учреждений образования. Также остановок общественного транспорта и места, где возможен неожиданно выход детей на проезжую часть. Нужно быть предельно внимательным и осторожным. Также в темное время суток вашего ребенка должен быть с собой цветовозвращающий элемент. С 1 января по 27 августа в Гомельской области произошло 33 ДТП с участием несовершеннолетних. Два ребенка, велосипедист и пассажир погибли. Еще 37 были травмированы. В Гомеле за этот период произошло 9 ДТП, в которых 9 детей пострадали. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции будут нести усиленно службу возле учреждения образования. Также начиная с сентября по май месяц сотрудники милиции, а также сотрудники госавтоинспекции будут ежедневно до начала учебных занятий, а также после их окончания нести службу вблизи учреждений образования. Основная причина детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей – невнимательность и недостаточный контроль со стороны родителей за поведением своих малышей. Даже профилактическая беседа с ребенком однажды может вполне спасти ему жизнь. Вероника Гомзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». О требованиях правил к юным участникам дорожного движения, о работе ГАИ в преддверии начала учебного года и о ответственности автомобилистов прямо сейчас в студии программы «Дефакто» поговорим с заместителем начальника управления ГАИ УВД Гомельского областполкома Сергеем Бондаренко. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Сергей Сергеевич, вот уже совсем осталось немного времени до того, как школьники начнут посещать занятия, а первоклассники узнают, что такое школа. Скажите, как готова ли госавтоинспекция к обеспечению безопасности на дорогах областного центра? Конечно, готова. И дело в том, что готовность к первому сентября, к новому учебному году, она же не говорит о том, что ГАИ будет работать в сентябре по этой тематике. Нет, работа проводится на протяжении всего лета, начиная от обследования уличной дорожной сети, вблизи учреждения образования, маршрутов, подвоза учащихся к школам, детским садам, автобусам, которые задействованы в перевозке детей. Поэтому здесь спектр довольно-таки широкий, и он проводится на протяжении всего лета. Летом у детей каникулы, у нас каникул нет, мы работаем постоянно. И готовы к новому учебному году. Тем более, сейчас и акция проводится, внимание, дети, которая ежегодная, традиционная, которая проводится, напомню, нашим телезрителям с 25 августа по 5 сентября включительно. Цель акции, как некоторые водители это воспринимают, это ездить с движением светом фар. Нет. Цель акции – это обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. В том числе, так как идет возвращение где-то от дедушек, от бабушек в города детей. И за лето дети немножко подзабыли правила дорожного движения, немножко подзабыли, как вести себя на дорогах, где достаточно большое количество транспорта. Поэтому водителям требуется включать свет фар, ближние либо длинные ходовые огни, для обозначения своего транспортного света. То есть для привлечения внимания детей к тому, что движется автомобиль, чтобы ребенок мог лучше его увидеть и обеспечить свою же безопасность. Скажите, это требование или все-таки рекомендация? Это требование. Требование. Правилам дорожного движения пунктом 166.9. Это оговорено, что при период проведения специального комплексного мероприятия обязательно двигаться с включенным светом фар. Значит, не за соблюдение этого правила дорожного движения может быть какая-то, последовательная какая-то мера воздействия? Конечно. Предусматривается ответственность по статье 18.14.3 Кодекса о дистанционных правонарушениях и предусматривается за это предупреждение штраф. Сергей Сергеевич, о каких правилах не мешало бы сегодня напомнить всем школьникам? В том числе, рассказать об этом, может быть, запросам или родителям. Александр, я с вами согласен. Вы дополнили, что не только школьникам, но и родителям. Потому что в спешке, в темпе жизненном, ритме жизненном, ускоренном, родители забывают о том, что нужно самим где-то подумать о своем поведении, в том числе и рассказать о своем детям. Ведь возложить ответственность только на госавтоинспекцию либо же на учреждение образования, вы научите наших детей, это неправильно. Это, прежде всего, это дети родителей, правильно? И родители должны позаботиться в первую очередь. Я, как родитель, тоже своих детях заботюсь в первую очередь. А потом уже, соответственно, хочу, чтобы где-то помогли мне в воспитании детей и учителя, и воспитатели. Поэтому хотелось бы напомнить о том, что, во-первых, ребенок маленький, взрослому, нужно контролировать его поведение возле проезжей части дороги, в том числе переход дороги. Не нужно полениться взять ребенка за руку, перевезти его. При этом не просто перевезти, а сказать, смотри, сынок, доченька, переходим дорогу, посмотри в одну сторону, посмотри в другую сторону, посмотри, где нужно переходить дорогу. Вот пешеходный переход, а вот светофор. Напомните своим детям о том, что даже когда светофор загорелся с зеленым символом пешехода, чтобы ребенок все равно посмотрел по сторонам, а все ли транспортные средства остановились, все ли отреагировали на запрещение светофора, все ли успели покинуть перекресток. Очень немаловажная вещь. Это очень важная вещь, потому что часто кто-то может просто не остановиться и нарушить правила дорожного движения в этом месте. Или просто зазеваться. Ситуации жизненные очень разные бывают, и никогда не стоит пренебрегать мерами по сохранению своей безопасности, своей жизни, своего здоровья. Хотелось бы еще дополнить такой немаловажный момент, то что дети у нас не только пешеходы, дети у нас еще и велосипедисты, и дети у нас еще и пассажиры, поэтому взрослым при движении транспортного средства нужно позаботиться о ребенке. Возьмите и используйте детское специальное удерживающее устройство. Кстати, некоторые говорят, что не сильно-то и спасают эти удерживающие устройства в дорожно-транспортных происшествиях, но так ли это или это просто фейк? Вы знаете, эти детские устройства придумали специалисты, которые не просто взяли их, сделали для того, чтобы они были. Это проработанная учеными мера безопасности для детей. И есть происшествия, к сожалению, есть такие происшествия, одно из которых, примером, было происшествие на территории Гомельского района, буквально недавно, где погиб ребенок 2014 года рождения, когда они до того серьезные, что даже детское удерживающее устройство не может спасти ребенка. Но в ряде происшествий, которые не такие серьезные, не такие опасные, именно детское кресло, именно бустер помогает сохранить жизнь и здоровье ребенку. Поэтому не нужно пренебрегать этим и этим фейкам верить не нужно. Мне кажется, что большинство жителей нашего города, да и других городов Беларуси, в принципе, понимают важность этой меры. И используют детские устройства, да. Но при этом хочу обратить внимание взрослой аудитории. Когда вы пристегиваете ребенка в бустер, либо же в детское кресло, не забудьте про ваше поведение. При движении в транспортном средстве пристегните реном безопасности и себя любимого. Покажите пример поведения в транспортном средстве своему ребенку. Как мы можем требовать ребенка пристегнуться, если сами ездим не пристегнуты. Это неправильно, поэтому смотрите и за своим поведением. Сергей Сергеевич, про движение на велосипедах. Дети часто не спешиваются на пешеходных переходах. И это может быть чревато, да? Чем? Это чревато тем, что скорость движения велосипеда, она больше, чем скорость движения пешехода. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, он оценивает определенный угол обзора, и в том числе находящийся возле пешеходного перехода других участников дорожного движения, тех же самых пешеходов, велосипедистов. И если велосипед находится вне поля этого угла обзора, а приближается со стороны, причем скорость его достаточно большая, то водитель и на появление его не может отреагировать адекватно и своевременно, что создает дополнительную опасность для самого же велосипедиста. При каких обстоятельствах дети чаще всего становятся участниками дорожных транспортных происшествий? Вы знаете, если говорить про статистические данные за 2020 год и стекший период текущего года, то основными причинами травмирования ДТП детей, точнее основные, если поделить по категориям участников, то это 14 происшествий произошло, где дети были пассажирами, 14 происшествий произошло, где дети были пешеходами, и 6 происшествий произошло, где дети были велосипедистами. Вот поэтому основное, конечно, это правила перевозки детей и правила движения как пеших участников. Но, вы знаете, в этом году следует отметить, что произошел рост происшествий с участием детей велосипедистов. С чем это связано? То есть 6 ДТП это много? Это много, да. Причем один есть погибший из них велосипедист. При этом погибший, это как раз таки, вот как мы и с вами говорили, это пересечение происшествий, не спешиваясь на велосипеде. Поэтому не стоит вот раз 6, значит, самоуспокоиться. Нет, это достаточно серьезная цифра. И при этом, имея погибшего ребенка в категории велосипедиста, нужно об этом задуматься. И просто купить велосипед ребенку, достаточно взрослому, да, не тот, которому 4, 5, 6 лет, а тому, которому 13, 14 лет, и отпустить его, катайся, дорогой, вот тебе велосипед, недостаточно. Нужно проинформировать ребенка, как себя вести на дороге, как ему ездить. В том числе, если есть такая возможность, если есть велосипед у самого родителя, сесть с ним и проехать, показать ему, как необходимо двигаться на велосипеде. Сергей Сергеевич, такой вопрос. Очень часто дети пренебрегают простым правилом, а именно не одевают фликеры, не одевают на одежду. Правильно ли это, особенно движение в темное время суток, когда некоторые дети будут ходить в школу на вторую смену? Нужно ли обязательно родителям следить за выполнением этого требования? Вы знаете, давайте мы начнем про правила дорожного движения. Пунктом 17.1 правила дорожного движения предписано, что обязательно обозначение себя с отражающим элементом, пешеходом, в случае движения в темное время суток по проезжей части дороги. При этом, если мы говорим про городские условия, где в основном улицы у нас освещены наружным освещением, хотя есть такие улицы, где нету, где в основном движение детей связано с переходом проезжей части на освещенном участке по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу. Но следует помнить о том, что даже переход проезжей части дороги при наличии с отражающего элемента дает возможность водителю увидеть этого пешехода раньше, который приближается к пешеходному переходу, который переходит к пешеходному переходу. Потому что приближение к зимним условиям, к зиме, соответственно, осенний период, зимний период, он чем еще чревает? Тем, что идет сокращение с этого дня. И наступает сезон выпадения осадков, где-то туманов, где-то дождей. И все это снижает видимость на дороге, в том числе для водителей, пешеходов. Поэтому для повышения этой видимости самого же пешехода, вот светоотражающий элемент, вот в городе рекомендуется использовать, рекомендуется. Но что касается детей, эта рекомендация, ну, хотелось бы так сказать, что даже носит настоятельный характер. Потому что ребенку чревато также поведение где-то там шаловливое, игривое, и он может проезжучать, зная, что ему нужно по пешеходному переходу пересекать, где-то на нее не выйти, спокойно, убедившись в безопасности, а может где-то выбежать, догоняя товарища, который ушел вперед на 10-15 метров. В сельской местности какие фликеры лучше использовать? Фликеры лучше использовать, в любом случае, те, которые более яркие. Вот фликер, который имеет сотражающую поверхность, или она белого цвета, или желтого, или зеленого, неважно. Но так, чтобы элементарно при покупке фликера, вы возьмите его, посветите на него, у каждого в телефоне есть фонарик, посветите, посмотрите, как он реагирует на свет. Тот фликер, который яркий, он даже при малейшем свете будет уже подсвечиваться. Подача звуковых сигналов автомобилистами. Сегодня есть такая проблема, что многие жители центральных улиц в городах жалуются на, ну, вот, скажем так, нарушение данного правила. Как реагирует госавтоинспекция, в каких случаях водителя могут привлечь к административной ответственности, а в каких случаях лишить прав? Если говорить про подачу звукового сигнала, так как мы с фликерами начали разговор, давайте мы начнем с правил дорожного движения. Согласно правилу дорожного движения, по пункту 172, подача звукового сигнала в населенном пункте возможна только при одном условии. Это для предотвращения дорожного происшествия. Иная подача звукового сигнала, она идет с нарушением требований права дорожного движения. Соответственно, те водители, которые умышленно подают звуковой сигнал, пытаясь что-то своим действием показать, они думают, ну, о себе, о своих там действиях, может быть. Но они не задумываются о тех людях, которые находятся вокруг, которые едут рядом в других транспортных средствах, которые в это время дома находятся и окна выходят на эту улицу, которые, возможно, это молодая мама, которая не может уложить своего ребенка уже, который сейчас из-за этой подачи звуковых сигналов. Здесь нужно не только о себе, а немножко о других подумать. И за это предусмотрена ответственность. Ответственность предусмотрена по статье, где 18.14.2, где предупреждение либо штраф до трех базовых величин, либо же, если подача звукового сигнала вынудила других участников, так как это повышает внимание, почему подает сигнал водитель, нужно притормозить, надо убедиться, какая опасность создалась. Вынуждая других водителей применять меры к изменению скорости движения, это влечет за собой уже создание аварийной обстановки. А это уже совершенно другая ответственность. Это часть 10 статьи 18.14 и уже предусматривает штраф и плюс лишение, либо же без лишения до двух лет. Сергей Сергеевич, если есть что еще добавить, вы можете это сделать. Да, Александр, хотел бы добавить то, что сегодня традиционно последняя пятница месяца Государственная инспекция проводит единый день безопасности дорожного движения. И в этом месяце тематика его – это «Будь примером своему ребенку». Мы с вами уже говорили о том, что родитель должен подавать пример своему ребенку. И хотелось бы здесь еще остановиться, потому что ребенок в первую очередь смотрит на своего родителя. Как родитель ведет себя на дороге, в машине, так и он будет себя вести. Поэтому призываю всех родителей при движении в транспортном средстве, при движении по улицам нашего города в пешем порядке, на велосипеде, ведите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И показывайте своим примером, своим детям, как нужно вести себя на дороге. Это позволит нам всем вместе, не только Государственной инспекции, а и родителям, и детям сохранить жизни, здоровье и не допустить совершения дорожно-транспортных происшествий на территории города Гомеля и Гомельской области в целом. Сергей Сергеевич, я благодарю вас за содержательный разговор. Спасибо, Александр. Напомним, на вопросы в студии программы «Де-факто» отвечал заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Сергей Бондаренко. Далее по эфиру рубрика «Я – очевидец». Не переключайтесь. Сдуло порывом сильного ветра. Никогда не знаешь, что тебя может ожидать при выходе из лифта. Этих мужчин поджидала разбушевавшаяся стихия. Работники офиса спустились на первый этаж и пошли в сторону выхода. Но встречный ветер их не выпустил. Одного из них в буквальном смысле повалил с ног. В общем, обоим пришлось спрятаться за стену, пока проявления сил природы не утихли. Следующий случай не хочется даже комментировать. Посмотрите, что учудила в Китае женщина-водитель. Водитель просто перепутала педали и нажала газ вместо тормоза. Что произошло дальше, вы видели. Благо, посетителей в ресторане не оказалось. Женщина хотела съехать с парковки, но вместо этого снесла стеклянные двери и устроила перестановку столиков в обеденном зале. Полиция проводит проверку. ДТП из Индии. Водитель мини-трактора первый день за рулем. В этом случае оплошность стоила травм скутеристам и их пассажирам. Тракторист тоже перепутал педали и поехал прямо на мопеды. Никто не погиб, но у людей диагностированы множественные телесные повреждения. Эти кадры из Йемена. Порыв дамбы привел к наводнению. Джип стал осносить мощным потоком воды. Люди не успели выбраться наружу. Сообщается, что один из пассажиров погиб. Автомобиль стал сплавляться вниз по течению, после чего несколько раз перевернулся и уперся в полосу деревьев и кустарников. А вот что бывает, если нарушать правила дорожного движения и не спешиваться на самокате. В России на любителя электротехники наехал автомобиль. Мужчина следовал по пешеходному переходу, но решил не сходить с самоката и аккурат попал под машину. Благо, что от удара его откинуло в сторону, а не под колесо авто. Сообщается, что пострадавший дал дёру сразу же после ДТП. Такое добро на дорогах Бразилии не пропадает. Побег с грузовика совершила курица-несушка, а пассажир из легковушки не растерялся. Быстро вышел и закинул птицу в салон автомобиля. Что тут скажешь? Негоже оставаться такому сытному ужину без присмотра на автотрассе. Знаете, что такое быстрая реакция? Это то, что сделал этот тайский рабочий в офисе своей компании. Мужчина просто сидел и общался с коллегами, как вдруг увидел, что ребёнок своего знакомого упал на твёрдый пол и мог удариться о плитку головой. Мужчина, сам от себя не ожидая, сделал мощный выпад вперёд и успел подставить ладонь под затылок полуторагодовалого ребёнка. При этом папаша-малыша остался неподвижным и, кажется, выражал полное спокойствие. Позже он поблагодарил коллегу и пошутил, что после этого его должно ожидать повышение. На сегодня всё. Берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!